А помните, не так давно, пару-тройку, может быть даже пять лет назад, буквально все, абсолютно все автосервисы и пункты шиномонтажа прям-таки пестрили надписями «накачка шин азотом». А те автолюбители, что все-таки пользовались данной услугой, с гордостью возили на своих непелях зеленые колпачки. Не те колпачки, что непоротые тинейджеры тырили ради каких-то там челленджей, а простые, пластиковые, но ярко-зеленые колпачки, как символ ноу-хау и нового автолюбительского вероисповедания. Может быть она, конечно, и до сих пор так, кругом эти рекламы, колпачки там, мне просто на глаза все это дело совсем перестало попадаться. Но тогда в интернете, да и в телевизоре было большое количество статей и прочих разоблачений на тему того, а не развод ли все это? Ведь рекламные плакаты гласили, что результатом столь небольшого изменения должны стать и улучшенная динамика автомобиля, и повышенная износа стойкость резины, заметное увеличение плавности хода и даже снижение шума всего за каких-то там 200 рублей за колесо. Но было ли хоть что-нибудь из этого правды? В каком-то минимальном процентном соотношении, конечно же, да. Но в действительности все эти изменения были настолько ничтожны, что даже в сумме практически были незаметны даже с помощью специальных приборов. Ну и в итоге, если вы действительно хотели бы улучшить приведенные в этих рекламах характеристики, или даже заметно улучшить поведение своего автомобиля, единственным правильным выбором было бы лишь купить шины классом повыше. Но, казалось бы, раз была, есть, не знаю, такая услуга, раз был спрос на нее, и находились люди, которые истинно в нее верили и пользовались, значит и должно было быть и то место, откуда ноги-то растут. Вот, не в буквальном смысле, а в фигуральном, хотя порой, конечно, тоже задница еще та. И оно, место это, действительно было. Наш с вами любимый автоспорт. Причем, это тоже так же было одним из рекламных трюков, мол, в гонках-то вон то же самое делают, а там-то уж парни знают, как с резиной обращаться, им-то уж можно доверять. Впрочем, на этот раз это была истинная, на все 100% правда. Действительно, данная идея в головы современным маркетологам пришла из мира автоспорта. С той лишь небольшой, но существенной разницей, что там, это действительно необходимо и оправданно. Спортивная резина выдерживает намного большие нагрузки и работает на существенно более высоких температурах. Да, в Формуле-1 шины накачаны азотом. Технический регламент допускает использование азота или воздуха, но азот обеспечивает более стабильное поведение шин. При высоких температурах азот более стабилен, чем воздух, и вот поэтому именно ему отдается предпочтение в гонках Гран-при. Здравствуйте, с вами Диванная Формула, и сегодня мы поговорим о шинонадувательстве. А точно азот. Вспомните любую трансляцию ваших любимых соревнований. Например, вот в Мексике много разговоров сводится к тому, что на подобных высокогорных трассах команды испытывают проблемы с мощностью двигателя, с аэродинамикой и даже тем, что хуже работает Слипстрим. Причиной тому является разреженный воздух. Чем больше высота над уровнем моря, тем ниже атмосферное давление и тем меньше кислорода. Значит, проблемы должны возникать и в работе с резиной. Ведь шины будут вести себя по-разному в сухих условиях высокогорья или в условиях влажного воздуха у условного СПА Франкерша. Мысль вроде бы интересная, но все же ошибочная. Ибо многие из вас, да как и я, впрочем, сам до недавнего времени, как-то и не задумывался и считал, что шины Формулы-1 заполнены воздухом, как и в любой другой машине. И все вроде бы понятно, ведь мы не задумываемся о том, что спортивная резина, предназначенная для использования только на соревнованиях, подвергается воздействию гораздо более высоких температур. И если принять во внимание, что атмосферный воздух содержит влагу и что уровень влажности постоянно колеблется, будет практически невозможно обеспечить устойчивые характеристики шин. Решение проблемы этой непредсказуемости заключается в том, чтобы накачать гоночные шины азотом. Это устраняет все недостатки, связанные с использованием атмосферного воздуха с различным уровнем влажности. Важно понимать, что разговор в том числе идет именно про уровень влажности внутри гоночного колеса. Азот является более стабильным соединением, чем продукты распада человеческой пищи и прочие факторы жизнедеятельности животных, влияющие на глобальное потепление, которые люди привычно называют воздухом. Особенно при высоких температурах, возникающих в гоночных шинах. Почему шины Формулы-1 заполнены азотом? Итак, мы с вами уже знаем, что спортивная шина накачана азотом для того, чтобы обеспечить стабильность их работы, особенно при повышении температуры во время квалификации или гонки. Не стоит забывать и то, что влажность воздуха постоянно меняется, что может легко привести к изменению давления в разных колесах относительно друг друга, а это уже, в свою очередь, может повлиять и на баланс и управляемость автомобиля. Использование азота в шинах также повышает стабильность и делает поведение болида предсказуемым при гонках в Формулу-1 и на высокогорье. Хотя большинство гонок F1 проходят на трассах, находящихся на уровне моря или около него, есть несколько заметных исключений. К примеру, трасса в Бразилии находится на высоте 800 метров, а Гран-при Мексики проходит и вовсе на высоте 2300 метров над уровнем моря. Но даже на таких больших высотах шины, накачанные азотом, обеспечивают точно такой же уровень стабильности, как и на других автодромах. Как же давно азот используется в шинах Формулы-1? Азот используется в шинах гоночных автомобилей с 1960-х годов. До этого азот использовался лишь в авиационных шинах, чтобы предотвратить их расширение на больших высотах. В те дни команды привозили огромные баллоны с азотом на каждый гран-при и использовали их для наполнения своих шин под большим давлением. Ситуация же изменилась в 1992 году с изобретением системы Юнифлет, когда компания Гудеер стала поставщиком шин для F1. Тогда специальное подразделение Гудеер F1 в сотрудничестве с компанией Кейлор разработало устройство по производству азота, грубо говоря, на месте. Микро-такую фабрику, маленький такой заводик в себе, просто делающий азот из того, что есть вокруг, из сжатого воздуха, который можно было легко привозить и устанавливать на каждом гран-при. Первым же гран-при, в котором использовалась система производства азота Юнифлет, был гран-при Японии 1992 года. Причем сейчас эта же система используется и до сих пор, хотя шины F1 теперь поставляет другая фирма – Pirelli. В течение всего сезона не существует стандартного давления, до которого нужно накачивать шины для Формулы 1. Однако производитель шин Pirelli, основываясь на местоположении гоночной трассы, а также на конкретных атмосферных условиях, выдает рекомендации по необходимому безопасному давлению, при котором шины должны работать в течение всего гоночного уикенда. Что касается характеристик шин, то если шина работает при более низком давлении, она способна создать дополнительное сцепление с поверхностью трассы благодаря прижимной силе. Обратной стороной этого является то, что дополнительное сцепление достигается за счет чрезмерной нагрузки на боковую стенку шины, что может привести к разрыву боковины просто в любой момент. Поэтому из соображений безопасности Pirelli как производитель шин и следит за тем, чтобы команды получали достоверную информацию о том, какое же давление должно быть в шинах для каждого гран-при отдельно. В правилах F1 специально указано, что командам не разрешается устанавливать на машину какие-либо устройства, которые могут изменять давление в шинах, когда машина находится на трассе. Вдобавок к этому, всем командам нужно поставить на колеса датчики, контролирующие давление и температуру в шинах. Данные с этих датчиков отправляются прямо в контролирующий орган от FIA, чтобы они могли убедиться, что команды не нарушают эти правила. Командам разрешается добавлять в свои шины дополнительный азот, но только если они заметят, что давление в шинах ниже установленного безопасного значения, прежде чем поставить их на машину. У FIA есть инспектор в гаражах, который контролирует давление в шинах, ожидающих использования, и информирует команды, если какие-либо шины недостаточно или чрезмерно накачаны. При этом инспектор этот не может препятствовать доступ команды к шинам в случае незапланированного питстопа, например, в условиях автомобиля безопасности, скажем. Но есть всё-таки один способ, благодаря которому команды могут таки управлять давлением в шинах своих болидов. Холодные шины имеют меньшее давление, чем тёплые шины. Таким образом, если команда снимает термо-чехлы с колёс слишком рано, температура шины падает, и таким образом снижается её давление. Трюк этот команды иногда используют во время квалификаций, когда машины держат в боксах лишние 30-40 секунд, прежде чем выпустить на трассу. К тому времени шины немного остынут, и давление упадёт. Благодаря этому можно получить немного больше сцепления, чтобы попробовать пройти квалификационный круг быстрее. Чтобы противодействовать этому, Фио ввело правило, согласно которому автомобили должны быть выпущены на питлейн в течение 60 секунд после снятия термо-чехлов с шин. Если машину не удаётся выпустить в течение этих 60 секунд, командам необходимо заменить шины на новый нагретый комплект. Безусловно, в спорте, где дорога каждая доля секунды, команды стараются получить максимальное преимущество и тут, максимально приблизив время выезда из боксов к 60-секундному лимиту в ходе квалификации. Этот 60-секундный лимит на снятие термо-чехлов распространяется и на пит-стопы. Поэтому, если пилот внезапно вдруг решит остаться на ещё один дополнительный круг, шины, уже готовые к установке, необходимо будет заменить на подогретый комплект до того, как машина заедет на пит-стоп. А сколько стоят шины для Формулы-1? Ну, типичный набор гоночных сликов Pirelli, таких как те, которые используются в Формуле-1, обычно стоят примерно 2700 долларов за комплект. Ну, поскольку командам Формулы-1 требуется 13 комплектов шин на автомобиль каждый уикенд, потенциальная общая стоимость составляет более 35 тысяч долларов. Но на самом деле команды платят лишь небольшую часть от этой суммы просто потому, что каждая команда должна платить некую фиксированную сумму за сезон, чтобы Pirelli снабжала их шинами. И очевидно, что Pirelli, получая большую рекламу от использования этих шин, просто поставляет командам их с некоторой скидкой. А как долго служат шины Формулы-1? Шины для Формулы-1, как по сути и любая гоночная резина, в отличие от резины гражданской, разрабатываются и производятся с расчетом на высокую производительность, а никак не на долговечность. Самые мягкие шины производства Pirelli имеют срок службы от 60 до 80 километров. Конечно же, на этот показатель больше всего влияет то, насколько хорошо пилот умеет пользоваться резиной и сохранять ее. Срок службы жесткой резины составляет около 160 километров, но, опять же, мастерство водителя может продлить срок службы и этих шин. А используются ли шины от Формулы-1 повторно? Если мы не говорим про какой-то фетиш или коллекционирование, то, конечно же, шины Формулы-1 предназначены для использования лишь на одном отрезке гонки и не могут быть использованы повторно. Тут, конечно, впору звонить во все гринписовские колокола, но у Формулы-1 есть ответ и на этот вопрос. Один из способов, которым F1 сохраняет свой относительно зеленый статус, заключается в том, что использованные шины отправляются куда-то на юг Англии, где их измельчают и используют в процессе производства цемента. Это позволяет F1 сокращать количество отходов, которые она производит каждый гоночный уикенд. Ну, добавить тут вроде как бы и нечего уже. Стандартная история, доказывающая в очередной раз, что все гениальное просто. Просто по той причине, что любая вещь, вещество, технология может быть как максимально полезной в одном случае, только там, где это действительно нужно, так и абсолютно бесполезной, не несущей за собой ничего иного, как мнимое ощущение какого-то превосходства или причастия к чему-то элитарному, коим с удовольствием пользуются всякие прохиндеи. А вы, кстати, как? Ездили с зелеными колпачками на нипелях? Субтитры создавал DimaTorzok